Итак, чтобы узнать, работает ли у нас датчик положения коленчатого вала, необходимо просто посмотреть на тахометр при запуске двигателя. Если стрелка тахометра у нас отклоняется, значит датчик положения коленчатого вала у нас работает. Если же стрелка у нас стоит на месте, значит датчик положения коленчатого вала у нас, скорее всего, неисправен. Итак, наблюдаем за тахометром. как видели стрелка тахометра у нас отклонилась следовательно датчик положения коленчатого вала у нас работает запускаем двигатель как видим стрелка тахометра у нас стоит на месте это означает что блок управления двигателем у нас не видит что коленчатый вал вращается поэтому в этом случае датчик положения коленчатого вала у нас неисправен если на вашем автомобиле тахометр отсутствует тогда работоспособность датчика можно определить по звуку работающего топливного насоса когда мы включаем зажигание перед запуском двигателя то он топливный насос включается на пару секунд и затем отключается потому что двигатель в это время не вращается Это сделано в целях безопасности. Но в тот момент, когда мы начинаем проворачивать коленчатый вал стартером, то при исправном датчике положения коленчатого вала блок управления двигателем увидит, что коленчатый вал начал вращение и включит топливный насос. Поэтому если при проворачивании коленчатого вала стартером топливный насос у вас молчит, значит у вас скорее всего неисправен датчик положения коленчатого вала. Но если же при вращении стартером насос включается и работает, значит, скорее всего, датчик положения коленчатого вала у вас исправен. И проблема в чем-то другом. Возможно, иммобилайзер, форсунки, катушки. В общем, это уже совсем другая история. Но стоит учитывать, что некоторые автомобили, некоторые системы управления двигателем могут запустить двигатель даже при неисправности датчика положения коленчатого вала. Потому что синхронизация идет по датчику положения распределительного вала. Поэтому на таких автомобилях, в частности, на автомобиле Chevrolet Lachetti с двигателем 1.6, перед тем, как проверять исправность датчика положения коленчатого вала, необходимо отключить разъем от датчика положения распределительного вала. Потому что если мы даже отключим датчик положения коленчатого вала, либо он у нас будет неисправен, то стрелка тахометра все равно будет отклоняться, так как блок управления двигателем будет видеть обороты именно по датчику положения распределительного вала. Поэтому необходимо отключить датчик положения распределительного вала и попробовать запустить двигатель. Ну и напоследок дам еще один совет. Если вам лень отключать датчик положения распределительного вала, то при наличии опыта можно даже этого и не делать. Дело в том, что если у нас неисправен датчик положения коленчатого вала, то тахометр у нас покажет обороты, но на несколько секунд позже, если бы у нас датчик положения коленчатого вала работал. на этом все друзья надеюсь видео будет кому-то полезным всем мира ровных дорог и до следующих видео